Муниципальный ансамбль Эхагор зарекомендовал себя не только на городском и республиканском, но и международном уровне. Поездка в Испанию и Португалию служит тому подтверждением. Руководитель ансамбля Эхагор Дауд Гасанов поделился о работе, проведенной артистами и руководством на выступлениях в Европе. Выезд был организован Министерством культуры Республики Дагестан, Республиканским Домом Народного Творчества. Это не первый выезд. Каждый год, в год несколько раз бывают очень интересные проекты, когда за пределы нашей страны выезжают представители нашей республики. Это и ремесленники. В данном случае с нами была коллекция унцукульских изделий. Мастер по изготовлению унцукульских изделий тоже представлял свою выставку. Это был действительно очень интересный выезд. Это был для нас очень почетный выезд, иметь возможность представлять свою родную республику за пределами нашей страны. Наша делегация состояла из 35 человек. Как я уже говорил, это были и ремесленники Дагестана, это был и оркестр ансамбля, и балетная группа, сам хореографический ансамбль. Ансамбль представил полуторачасовую программу, в которую входили танцы народов Дагестана, конечно, в первую очередь. Входили в программу танцы народов Кавказа. Были вокальные номера на национальных языках Дагестана. И оркестровые тоже номера были, где музыкант, оркестр играл популино национальной мелодии и Дагестана, и Кавказа. Нас достаточно тепло встретили. Мы не первый коллектив, который выезжал из Дагестана, вообще с Кавказа в эти страны. Но давно уже не было кавказских коллективов в Испании, в Португалии. И достаточно тепло, с интересом, можно сказать. Ждали наших концертов, ждали выступлений. Артистка ансамбля «Эхагор» Юлия Абдулаева в своем выступлении подчеркнула, что это уже не первое выступление артистов за рубежом. Но каждый раз выступая за пределами Родины, яркие и положительные эмоции навсегда остаются в памяти артистов ансамбля. Когда мы знакомились, нам сначала непонятно было, что они от нас хотят, как они разговаривают. Но когда мы начали их понимать, даже без использования переводчика, когда мы начали с ними разговаривать, как-то вести диалог, стараться, это было безумно, классно. Когда ты понимаешь человека, даже не зная их языка, мы настолько подружились, что до сих пор ведем переписки с их ансамблями, с танцорами, с артистами. Мы делились впечатлениями, они говорили нам, им интересно, как мы танцуем, они говорили, что именно им в нас нравится. То же самое делали мы, интересные личности, города, в которых мы побывали, увидели их церкви, их было очень много там. Они показывали свою часть религиозной стороны, показывали свою культуру, показывали свои блюда, которые отличаются от наших. И это как бы другая сторона мира. Это очень интересно, яркие личности нам встречались на пути, они были очень дружелюбные. Ну то есть я бы в памяти привезла только доброту, наверное. У меня в памяти осталось только это. По завершению встречи ансамбль «Эхогор» вновь продемонстрировал один из своих номеров, который был предоставлен в программе выступлений в Португалии и Испании. Курбан Гериханов, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс». Продолжение следует...